Война заканчивается и продолжается жизнь. Война такая новая и счастливая. Сейчас ощущение, что мы завязаем в этой войне. Есть такое ощущение у людей, что война не закончится и не заканчивается. И неизвестно, если она закончится, закончится ли она. Первый вопрос такой, откуда это ощущение, правильно ли оно и вообще можно ли закончить эту войну? Конечно, наивно думать о том, что когда-то мы закончим наши расчеты с нашими соседями. У них эта цель завоевать эту землю обратно и осесть на ней. Она цель очень сильная, постоянная, неизменная. Ее не купишь, ее не оттолкнешь какими-то там угрозами, страхом. Они все равно будут это делать. Несчастых через сто лет. Им не важно. У них есть все для того, чтобы продолжать борьбу, войну, давление на нас в неограниченное время. Вот интересно, действительно. У других людей как бы цель счастлива жить. Жить счастливо даже вот на этой территории. А у них все направлено. Они не согласны ни на какие уступки, ни на какие. Для них здесь место только для арабской страны, для арабского народа. Пожалуйста, перейди в ислам, оставайся здесь. Понимаешь, очень просто. Можно сделать все. А если ты не мусульманин, то тебе здесь делать нечего. Вы сейчас как бы намекаете на то, что война эта не закончится. Нет, конечно. Об этом речи нет. Это когда-то наивно думали, может быть, основатели нашего государства, что мы потихонечку покажем им, принесем им новую жизнь, нашим соседям, цивилизацию. Они будут этим очень рады. Они захотят с нами вместе строить, быть вместе с нами. Это, конечно, совершенно были какие-то наивные мысли. Я не знаю, конечно, не могу так к ним относиться. Я их очень уважаю за то, что они сделали и создали. Но мысли любые, не знаю у кого вообще, о том, что можно как-то поладить с нашими соседями, это абсолютно неверно. Так, ответ... Вы сразу начали резкий ответ. Поэтому я сразу перескакиваю. Нет, то есть проблемы... Перескакиваю на вопрос, что делать в таком случае. А, ну да, конечно. Тут ничего другого нет. Значит, что делать? Собирать чемоданы и уезжать. Или продолжать так жить, пока мы здесь сможем бороться. Хотя это так же, как со стороны Азы, со всех сторон могут быть на нас нацелены еще там 100 тысяч ракет. Если их выпустят в один раз, то, конечно, ничего с ними не сделаешь. Мы можем лавировать еще какое-то время, а что будет потом, кто знает. Ракеты тоже бывают разные, не такие слабенькие, которые сделаны там из какого-то обрезка трубы. Так что у нас проблемы. Кроме того, на нас очень обостряется внешний мир. Нас перестают уважать и любить, и считаться с нами все народы абсолютно, все государства. Но если когда-то они приветствовали и каким-то образом оправдывали нас, сегодня что бы мы ни делали, они всегда нас обвиняют во всем, что бы мы ни делали. Мы защищаем арабское мирное население, детей, не бомбим там, где нельзя, сообщаем их о том, что мы тут где-то ударим, что-то выйдете из дому, отойдите. Это не важно. Мы рискуем нашими солдатами только для того, чтобы не убить какого-то там ребенка или кого. А они наоборот все делают для того, чтобы убивать наших детей и беззащитных граждан. И все равно мы виноваты перед всем миром. И мы не мы начинаем войну и так далее. Это не имеет никакого значения. Мир нас ненавидит, человечество нас ненавидит, потому что мы не выполняем свои функции в человеческом сообществе. Вот я вот слушаю вас, и мне тяжело слушать. Я понимаю, но я заостряю эту проблему для того, чтобы мы поняли, что если бы у меня не было решения, я бы этого не делал. Я бы щадил людей. Но для того, чтобы именно пощадить их и защитить их, я для этого заостряю этот вопрос нашего пребывания здесь, бесполезность наших войн. Потому что мы можем всего этого избежать и сделать нашу жизнь здесь. спокойной, просто счастливой. То есть иррационального решения вы не видите? Иррационального решения нет. Потому что вся наша проблема иррациональна. Весь народ наш, он иррационален. Мы существуем много тысяч лет. Мы дали миру религии, основы цивилизации. Мы столько вложили в разные страны мира, в науку, в культуру, во все. Ну и что? Наоборот, мы считаемся изгоями, мы считаемся непринадлежащими к этому миру. Нас все не любят, ненавидят, считают нас источником зла для всего мира. Источником зла. Поэтому нам надо с этим как-то прислушаться к ним и понять, почему. Мы должны принести миру равновесие, равенство. Мы это евреи. Да. Мы должны принести миру раскрытие на самом деле всего мира. Систему управления. Они обвиняют нас в том, что мы крутим миром. Что мы управляем и плохо. Раскрытие системы управления. Кто на самом деле управляет миром? А на самом деле через нас проходит это управление. И это управление пока плохое. Оно идет с помощью, смотри, каких страданий. Тоттолчков. И поэтому они обвиняют нас. То есть получается, ну по крайней мере согласно науке Каббаля, да и так видно невооруженным глазом, то в чем нас обвиняют. Что через нас мир получает отрицательную какую-то энергию, силу. Через нас. Можем ли мы сделать так, чтобы через нас, если уж так, он получил положительную силу, энергию. Наука Каббала говорит об этом очень просто. Для этого вы должны объединиться. С одной стороны, сколько мы миру дали? Наука, юриспендикция. Нет, 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 нет. Это не имеет значения. Это не считается положительным. Это ты тоже дал через отрицательное воздействие на мир. Все технологии. Это все эгоистическое. Это все твой эгоизм дал миру эгоистическое развитие. Совершенно миру это не надо. То есть вы хотите сказать, что евреям были даны их таланты не для этого? Конечно, не для этого. Для чего? Для того, чтобы они дали миру положительное воздействие. Не эгоистическое, отрицательное, когда мир развивается в промышленности, торговле, науках, искусствах. Это не надо. Нет, это мы дали миру. Это спора нет. Никто тебе за это спасибо не сказал. Это тоже. То есть таланты тебе дали не для этого? Не для этого. И миру это не надо на самом деле. Сейчас мы начинаем понимать, что все эти достижения большие нас не делают счастливыми. Не делают никого. Из того, что у меня сейчас есть такая техника вокруг меня, а я внутри себя пуст и мне не тошно. Мы должны дать миру положительную энергию. Через нас приходит энергия. В чем это выражается? В чем, чтобы мы объединились. Когда мы объединяемся, через мир проходит положительная энергия. Когда мы разъединены, через мир проходит отрицательная энергия. Евреи между собой должны быть. Да, да, да. Очень просто. Вот давай попробуй. Начни объединять этих евреев, и ты увидишь, мир начнет чувствовать к ним доброжелательность. Вы говорите о евреях, которые в Израиле, а евреях в Сунии. А в основном, которые здесь. Вот это иррациональный момент. Кто? Это просто непонятно. То есть мы начинаем объединяться. И мир чувствует хорошо. И мир чувствует хорошо. Вот это заострите, пожалуйста. Так ты объединяешься не для того, чтобы кого-то побить или отразить атаку эгоистически. Ты объединяешься над своим эгоизмом. Возлюби ближнего, как себя. То, что написано в твоей торе. Это основа твоего народа. Быть как один человек с одним сердцем. Написано так. Из этого, на этом условии стал создаваться еврейский народ. Ты обязан соблюдать это условие. Если ты его будешь соблюдать, через тебя таки в мир пойдет благословение. Так написано. Почему бы я не попробовать это сделать? Кстати, я насколько понимаю, мы не против силы. То есть пока есть возможность, надо силой делать. Нет, не пока есть возможность, пока есть необходимость. Пока есть необходимость, да. Вопрос, что потом. Мы, воюя, обретаем время. То есть вы имеете в виду после войны, этот покой, который наступает в этот период. Да, вот этот период нам надо обязательно, иначе быстро придет новый этап. Чем больше мы расорганизуемся друг с другом, как один человек в одном сердце, вот по этому принципу, тем мы будем дальше отодвигать войну, и вообще благоприятность к нам будет повышаться и со всего мира, и со стороны наших соседей. Вот давайте проверим, чем плохой эксперимент, что при этом ты теряешь. Ты ничего не вкладываешь, кроме своих добрых усилий, относительно своих же людей. Ты не идешь кому-то что-то платить, кому-то что-то отдавать, ухаживать, преклоняться. Нет, внутри государства сделать добрую, хорошую атмосферу, которая, кстати говоря, во время войны как-то возникает среди нас, потому что есть, а общее горе, оно сближает. Так давайте сделаем это, и вы увидите, каким образом вы вообще отодвинете войну. В принципе, вы говорите, проект не стоит больших денег. Да не только больших денег, сколько погибает на дорогах, какие существуют проблемы в семьях, с детьми, что угодно. Ты все, абсолютно все уравновешиваешь, оздоравливаешь с ближением людей. Просто вот так сесть за стол и поговорить. Начнем с этого, да.